Так, ну что, всем привет! Хотел сегодня по-быстрому разобрать топ ошибок, которые большинство новичков совершают на рынке криптовалюты, и давайте сразу перейдем к делу, чтобы не затягивать. Вот, в общем, первая ошибка, я особо тут ничего показывать не буду, поэтому можете как подкаст это включить, да, на видосы и слушать. Вот, первая ошибка это, естественно, нетерпеливость, то есть в каком плане? Вы заходите в рынок криптовалют, словили там коррекцию, как на данном этапе, да, там в 30-40% у вас там просадка по портфелю, опять же таки, вот, и вы проявляете нетерпеливость, вы начинаете скидывать минус, то есть из этого исходит уже вторая ошибка, то есть вы закрываетесь минус, начинаете фиксироваться, вместо того, чтобы... Сайт, на котором можно быстро и надежно заработать очень хорошую прибыль, это bull.eth.io. В данном проекте работают одни из лучших криптотрейдеров со всего мира, что делают очень выгодные сделки, и часть от этой прибыли отдают клиентам данного проекта. Команда проекта упростили весь процесс, и теперь для получения прибыли можно вложить любую сумму в эфире на любой срок, и в любой момент вывести ее без обязательств и условий, разберется даже ребенок. Я вложил в проект Тайфера, так как уверен в данном проекте. Это один из лучших проектов на рынке, где можно делать реальные деньги на честной и прозрачной бизнес-системе. Ссылка на проект в описании под роликом. Попереждать просто там неделю, две месяцы и так далее. Просто некоторые не понимают, что сейчас нифига не 17-й год, и сейчас не будет повторения ситуации, что мы вот будем бесконечно вот так вот расти, да. И соответственно, что у нас будет, ну ладно, не тот график, сейчас покажу. Многие не понимают, что не будет такого графика, как здесь, что мы здесь бесконечно росли, да, что у нас был рост скоро получается, практически год, да. То есть практически, ну там даже, ну чуть меньше, вот почти год у нас был рост. Вот многие этого не понимают, что такого не будет повторения ситуации, да, у нас все равно и до этого был приличный довольно-таки рост. Сейчас я удалю рисуночки, вот, росли мы раз, два, три, четыре, пять, шесть. Полгода мы росли, я считаю, это офигительный срок, и соответственно здесь примерно то же самое было, но конечно побольше. Здесь даже, смотрите, с 15-го года мы практически без остановки два года, два года мы росли на самом деле. Вот, но многие не понимают, что должна была произойти данная коррекция, и потом, скорее всего, мы вот здесь отконсолидируемся и полетим наверх. Вот, понятное дело, на это уйдет не одна неделя и может быть даже не один месяц. Я говорил, что по моим предположениям, как минимум еще недели две, это точно мы будем стоять вот такой вот в возне. Но мне кажется все-таки, что месяц, а то и два месяца мы будем еще так стоять, набирать позицию. Может даже вниз прольют, потом опять выкупят, ну то есть прольют куда-то сюда и потом выкупят и так далее. Вот, но давайте перейдем дальше к ошибкам. То есть большинство людей, они нетерпеливы, они хотят здесь и сейчас, они хотят, что вот они сегодня там вложили тысячи долларов, через неделю они забрали 10 тысяч долларов. Да, возможно ли такое? Я отвечу, да, возможно, на щиткоинах. Либо на какой-то монете, если она сильно там подлетела, и вы опять же таки попали, скажем так, ну, оказались в нужное время, в нужном месте. Но если вы хотите систематически зарабатывать, то есть на постоянке, а не так, чтобы разово заработали и все, то вам, естественно, нужно проявить терпение. Ну и не закрываться в минус, если все-таки таковое имеется. Вот, соответственно, вторая ошибка, то есть вот этот нетерпеливость и закрытие в минус я объединил в одну. Вторая ошибка, то есть вы заходите на хаяк. То есть давайте уже откроем тогда график, где у меня расчерчено все. То есть, соответственно, что имеется в виду, как понять, где хаи? Понятное дело, что сейчас можно сказать, что и сейчас хаи, там и вот здесь были хаи, да, и вот здесь были хаи, и вот здесь были хаи. Но смотря относительно чего сравнивать. То есть сейчас далеко не хаи, хотя многие, может быть, скажут, что хаи, не понимая, как функционирует рынок на данном этапе, на месячном таймфрейме. Да, относительно, может быть, вот этих отметок, сейчас у нас хаи там 10 тысяч долларов или 5 тысяч долларов, да. Но относительно вот этих отметок мы очень довольно-таки сильно скорректировались. И что имеется в виду заходить на хаяк? То есть вы не заходите, я уже неоднократно об этом говорил, то есть вы не заходите вот здесь на коррекциях, вы не заходите здесь, вы не заходите здесь, здесь. То есть люди боятся здесь закупаться, здесь боятся закупаться. А потом, когда биток пойдет опять, вернется сюда, к 65, они подумают, а, ну все, рынок восстанавливается, тогда можно заходить. Так в чем проблема в два раза дешевле сейчас закупиться? Частично, частично, хорошо, ты не хочешь закупаться там, я не знаю, на больше, чем определенный процент от депозита или больше определенной суммы. Но закупись частично, какая разница? Ну то есть, тем более я не понимаю людей, еще есть, вот, еще одна ошибка, это четвертая получается у нас, вот. Вот, почему люди заходят на хаях, потому что они заходят не с точки зрения рациональности, да, и с точки зрения логики, они опираются на свои эмоции, вот поэтому они и залетают на хаях. Но я думаю, тут объяснять даже не стоит, это и так понятно. Вот, и из этого тоже идет следующая ошибка, это вот четвертая, отсутствие стратегии и понимания рынка в целом. То есть, это относится не только там к техническому анализу, что, хотя это тоже один из ключевых факторов, я считаю, если не самый ключевой, потому что в тех анализ заложены все новости, весь фундаментал, по большому счету, отчасти. Вот, особенно это имеется ввиду по каким-то монетам не из топа, да, ладно, там по поводу биткоина, что основной фундаментал, что это основная криптовалюта, самая главная, самая первая, у нее уже случался, получается, несколько раз халвинг, и, соответственно, ценность его на рынке криптовалют возрастает. Вот, и он как, скажем так, отец крипторынка и так далее. Вот, и, опять же таки, цена на него поддерживается, и капитализация его растет и продолжает расти, только из-за того, что вера в него поддерживается и сохраняется. Если бы ее не было, биткоин бы втоптали в ноль, и на первое место вышел бы тот же эффект. Вот, поэтому самое главное отсутствие стратегии, то есть нападение, отсутствие стратегии, когда коррекция такая произошла. То есть, ну, опять же таки, это относится к тому, что, к тоже нетерпеливости, то есть это все вместе, на самом деле, можно объединить вот эти все факторы. То есть люди здесь, допустим, закупились в долгосрок, в долгосрок, опять же таки, если закупались там средний срок, краткий срок, они стопы, естественно, не ставили, либо, соответственно, не могут пересидеть данную просадку и потом начинают скидывать в минус вот здесь. То есть, вместо того, чтобы, допустим, просто переждать и так далее, ну, ты все равно уже ушел в минус, там, я не знаю, на 40, 50%, 90, 95, не важно. Но смысл какой продавать? То есть люди ориентироваться так, что я хоть какую-то малую часть заберу, и потом в большинстве случаев, как происходит, и это не то, чтобы крупный капитал это все видит, просто большинству так кажется, что так происходит, а это чисто, ну, в каких-то случаях совпадение, в каких-то случаях практически через несколько дней так срабатывает. То есть они начинают продавать вот здесь, и многие сейчас продадут, потому что, опять же, рынок же падает, ты что, биткоин упал на целых, там, 10% в моменте, там, 8-10% надо продавать, конечно, все, медвежий рынок начался, и все дела. И потом они начинают продавать, и после этого, то есть они считают, что я лучше заберу хоть немного, и потом, после этого, когда они продают, рынок начинает восстанавливаться и перейти наверх, и, естественно, они начинают здесь, здесь закупаться, ну, ладно, там еще здесь закупиться, то есть приемлемо, если, опять же, такие стратегии, что вы монеты накапливаете. Но если вы продали здесь, ну, закупали здесь, продали здесь минус, потом вот здесь залетаете опять на хаях, потом они опять ловят коррекцию, опять здесь продают, и опять здесь закупаются, потому что видят, что пошли мы на перейхай. Ну, то есть это бесконечная тема, я уже рассказывал об этом неоднократно, я думаю, тут все понятно. Вот, ну и следующая ошибка, это у нас, получается, пятая, идет у нас эмоциональная провязанность котировкам и вложенным деньгам, то есть это предпоследняя у нас ошибка, вот, и что здесь имеется в виду? То есть люди начинают смотреть там на стаканы, начинают смотреть на сколько у них в долларовом эквиваленте находится портфель там и так далее. То есть у меня портфель тоже просел там на 30%, это как минимум. Сейчас он потихоньку восстановился, то есть процентов 20-30 по некоторым монетам и в целом, скажем так, я уже вышел практически в ноль. Вот, ну, понятное дело, еще по многим монетам в минусах на данном этапе частичных, ну, где-то в плюсах, ну, понятное дело, надо будет подождать, пока все восстановится. Но люди начинают антироваться, они смотрят, что у них там, допустим, было, к примеру, 10 тысяч долларов, ну, для примера возьму, стало там у них, допустим, я не знаю, ну, пускай будет 4 тысячи долларов, и после этого они думают, что вот, у меня там уменьшилось на 6 тысяч долларов, я хоть вот эти 4, допустим, обложили, они, к примеру, ну, пускай будет тысяча, да, из тысячи у них стало 10 тысяч, да, и после этого у них осталось 4 тысячи, они думают, ну, я хоть в какой-то плюс заберу, то есть 4 раза приумножил, в итоге они все это продают, ну, допустим, они, к примеру, там, по монетам, потому что битку по основным альтам закупали среднесрочно, ждали роста, поймали коррекцию, здесь скинули, и после этого они продают, и все восстанавливается, и им надо было подождать, там, ну, 2 недели, месяц, 2 месяца, у них бы все восстановилось, но по итогу они потом будут залетать на хаях, и потом будут думать, что вот, опять то же самое, там, и так далее, заходят они уже, естественно, не на тысячу долларов, а на 4 тысячи долларов, на всю котлету, естественно, вот, потом они теряют, у них там остается та же тысяча долларов, допустим, из 4, да, потому что опять произошла там коррекция, откат, неважно, и они потом начинают, они думают, ну, я хоть в ноль выйду, то есть я то, что вложил, то я и заберу, и по итогу они скидывают, естественно, ну, как бы для себя они считают, что они скинули в ноль, но на самом деле они совершили огромную ошибку в том плане, что из этого вытекает следующая ошибка, это такое бонусное, да, и потом я перейду к 6, сейчас в моменте как раз вспомнил, что люди вкладывают не те деньги, которые они готовы потерять, то есть если ты вкладываешь высокоисковые активы, ты должен понимать, что ты можешь с легкостью потерять, но они вкладывают там ползарплаты, всю зарплату, несколько своих зарплат, там какие-то подушки безопасности свои, ну, то есть занимаются откровенным идиотизмом и реально относятся к этому как к казино. Ладно, ты относишься к этому как к казино, когда это какие-то высокоисковые монеты по типу шиба там и так далее, вот, но если, кстати, был по шибу видос на канале, можете глянуть, если эти, тогда да, тогда я еще понимаю, но если ты относишься так и к этим криптовалютам, понятное дело, отчасти это так и есть, но за ними есть хотя бы фундаментал, в отличие от тех монет, которые только на хайпе и на таких же хомяках, как и вы, ну, растет цена у них, вот и все. На каком-то хайпе, на твитах Илона Маска там и так далее, и на то, что люди покупают, пока есть спрос. Спрос пропал, все, монеты перестали покупать, они начали... Вот, поэтому, следующая ошибка, это получается шестая, это отсутствие дивексификации, то есть многие люди, они, допустим, залетают в тот же биток, думают, о, уже у нас там по 60 тысяч долларов, я сейчас залечу, короче, и будет он по 100 тысяч долларов, по 120, чуть ли там не по миллиону и так далее, или там залетают в тот же XRP, они не обращали на него никакого внимания, когда я говорил, вот здесь вот, допустим, XRP отстаивался там по 40 центов, по 60 центов, даже если там кто-то закупил там по 60, вот здесь ничего страшного, я говорил, переждите, мы уйдем в накопление, потом все восстановится и так далее. Вот, никто не закупал, когда я говорил, по 30 центов, по 40, по 60 центов, даже вот здесь вот там по доллару не закупались, потом они видят, о, мы пришли там, ну ладно, по доллару они уже как-то, ну, сомневаются, да, думают, да не, ну, выше не пойдет, точно будет коррекция, идет он на 2 доллара, идет, доходит почти до 2, да, здесь 1.96, а потом он, естественно, уходит обратно в накопление, в коррекцию, и после этого люди говорят, а, ну да, как бы, ну, теперь можно заходить, начинают залетать вот здесь, вот здесь и так далее. И, естественно, вкладываются как? Вкладываются на всю котлету, не понимая, что может быть коррекция, либо, допустим, даже если они зашли на коррекции вот здесь, там, вот здесь, неважно, либо вот здесь, они вкладываются в одну монету, и мне там некоторые писали в комментах, что, а зачем я буду диверсифицировать, я лучше зайду там на несколько сотен долларов или на несколько тысяч долларов, нахера диверсификация, лучше залечу там в тот же XRP и буду сидеть ждать 3 долларов. Ну, окей, ждите, как бы, я не спорю с тем, что он когда-то пойдет на данные отметки, но это не один месяц и не два месяца, может быть, надо будет и полгода, и год подождать, вот, и то, это если он туда пойдет, вот, хотя я думаю, что все-таки это будет, и в этом году так точно, вот, лично мое мнение. Ну, а там уже посмотрим, как будет по ситуации. Вот, поэтому, и многие люди не понимают, что, вкладывая в одну монету, они подвергают себя колоссальному риску, и они сидят, просто молятся на один этот XRP и начинают думать, вот, я здесь вложился, потом XRP сюда просел, они сидят на нервике, начинают зачем-то, как бы, такие думают, а, ну, теперь я лучше продам, потом XRP опять поднялся, они, о, цена растет, вот, теперь, может быть, даже еще докупаются, опять же-таки, на всю котлету в одну монету, потом идет коррекция, они думают, ну, блин, вот, сейчас точно пойдет, сейчас начинает идти, потом он опять проваливается еще здесь на сколько там, на 40%, и они думают, а не, ну, точно херня, это криптовалюта, казино, и начинают вот здесь скидывать, продают, и в итоге здесь XRP отконсолидируется, пойдет на PH, они закупят вот здесь, и потом будут по 2 доллара его опять покупать. Вот, поэтому такие дела, дивексификация, она очень важна, потому что, если вы вкладываете в одну монету, во-первых, у вас и профит, да, он может, он будет больше, если монета эта взлетит там и так далее, и пойдет к каким-то отметкам, но по большому счету все зависит от битка, и он руководит рынком. Если биток пойдет вниз, 99% монет, но может, за редким исключением, единицы монет, которые идут на перекор ему, и, ну, скажем так, отдельно от него идут, не коррелирует с ним, но если у вас нету дивексификации, то у вас портфель просядет практически в ноль, да, у вас там от вашего 100% портфеля, да, вот у вас есть 100%, к примеру, 1000 долларов, у вас там, к примеру, останется 100 долларов, да, 10%. Вот, и многие этого не понимают, что за счет дивексификации, пускай ты меньше заработаешь, но, скажем так, за счет того, что ты распределил грамотно риски, какая-то монета у тебя пойдет больше, допустим, в какую-то монету ты вложил, она дала 2X, какая-то 10X, какая-то 5, какая-то, вообще ничего еще не дала стоит, какая-то в минус ушла и так далее, и ты не паришься, то есть ты фиксируешь постепенно, ты там фиксанул XRP, перезашел там, я не знаю, в тот же матик, на котором мы взяли там 7X в закрытом клубе, ссылка есть тоже в описании, вот, соответственно, зашел в тот же матик, по рекомендации, когда я говорил, сейчас открою на Binance, вот, ты зашел там вместе с нами, там, допустим, вот здесь, вот здесь там и так далее, то есть взял здесь там свои там 7X или там 2X, а вот здесь вот 3,5 можно было заработать и так далее, вот, а вместо того, чтобы заходить в одну монету или в тот же матик там, понятное дело, можно заработать, но можно было точно так же там и зайти в тот же бейк и так далее, то есть, сейчас бейк BUSD откроем, вот, тот же самый бейк тоже тут он XE давал, и в сумме у тебя, может быть, даже и больше выйдет, чем ты предполагал, что ты вложишься в одну монету и так далее, или все начинают биткоин все закидывать, потом видят, что, ой, что-то он пошел вниз, ну, понятное дело, то же самое, 17-й год казино и так далее, ну, то есть, они не подходят к процессу серьезно, да, и на самом деле так и будут продолжать терять, пока не разберутся в этом всем, естественно, в процессе не разбираются, я вот уже говорил, отсутствие стратегии и понимания рынка, помним, да, третий пункт или четвертый, я не помню, по-моему, третий, да, соответственно, и не разбираются ни как работает биткоин, ни что такое халвинг, там, ни что может, что есть какие-то циклы, там, четырехлетние, что есть какие-то коррекции, там, после того, как у нас идет восходящий тренд, то есть, они этого всего, фаза накопления, фаза распределения, там, фаза уже коррекции, когда идет и так далее, то есть, они этого всего не изучают, и потом жалуются, что вот, криптал, лохотрон и так далее, поэтому такие дела, не будьте хомяками, не допускайте данные ошибки, исправляйтесь, изучайте информацию и, соответственно, ну, естественно, можете посмотреть мой канал, вот, особенно у меня есть плейлист понимания рынка, там, я не помню, последний раз, когда я смотрел, там, видосов 30 было, сейчас, наверное, уже больше 50, 10, поэтому можете смотреть, изучать, особенно, там, первые 20-30 видосов, самый топчик, вот, объяснение ситуации вообще на рынке и так далее, ну, дальнейшее тоже хорошее, но, вот, самые первые, там, 20-30 видосов, я максимально подробно объяснял, как работает рынок, как играют на эмоциях, ну, и сейчас, в принципе, делают то же самое, как работает тот же крупный капитал и так далее и тому подобное, вот, поэтому смотрите, изучайте, можете не только на моем канале, можете на других каналах, то есть, это ваше право, вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем пока, ну, и закупайтесь сейчас, пока есть время, тоже был видос, вернее, будет видос, а, нет, получается, да, получается, уже был, да, получается, был видос, потому что, вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем пока. Честный и прозрачный проект, где можно делать до 9% прибыли в день на стабильной основе, это был eth.io, ссылка на проект в описании под роликом.